На территории усадьбы Тимохова-Саласкина состоялась очередная встреча представителей компаний, которая реализует реконструкцию исторического памятника с общественниками города Видное и краеведами района. На этот раз темой обсуждения стали экскизные проекты реставрации всех зданий усадьбы и проект благоустройства территории. Главной задачей встречи была выработка общей концепции преображения городской достопримечательности. По эскизным проектам отдельных зданий усадьбы Тимохова, которые разрабатывает Министерство культуры Московской области, уже проводилась подобная встреча. На ней детально обсуждали четыре сохранившиеся постройки памятника истории. Никаких серьёзных замечаний к представленным проектам тогда не возникло. На этот раз, кроме рассмотрения проектной документации к оставшимся строениям, согласовывали генеральный план территории. Самый животрепещущий вопрос для представителей общественности. Познакомившись довольно бегло, предварительно с этими документами, с этими картами, можно сказать, что проведённая в Министерстве культуры работы, большая, она должна быть оценена положительно. Значит, ценность этой работы в том, что выполняли её профессионалы, исходив же из интересов территории, и это большое достижение. Согласно генплану благоустройства, предполагается, что основные дорожки, подъездная и липовая аллея, будут вымощены плиткой, появятся прогулочные дорожки сезонного использования, лавки и детская площадка. Предполагается возведение часовни и установка памятного знака жителям Видного, погибшим в Великой Отечественной войне. И поскольку мы имеем дело с памятником истории культуры, то мы не имеем права подобной малой формы осуществлять на территории самой усадьбы. И поэтому мы зашли немножечко за границей непосредственно территории памятника, залезли в зону регулирования застройки. Именно там мы предполагаем установку часовни и памятного знака с полного понимания и одобрения нашего заказчика. На территории усадьбы, как мы уже рассказывали, расположен военно-исторический центр, мы помним. Выставочный зал тяжёлой техники, основная экспозиция центра будет представлен в стороне от усадебных построек. В бывших конюшнях разместят ремонтные мастерские по реставрации боевой техники. Кроме того, на территории разместятся краеведы. Уже принято решение о том, что один флигель, который полностью утрачен, мы восстановим и передадим именно под краеведческий центр. То есть это будет филиалом, видимо, историко-культурного центра, который на противоадминистрации расположен. Есть вероятность того, что здесь будут размещены художники, которые будут рисовать различные картины. Думаю, что в том числе и по тематике террористического воспитания, по тематике Великой Отечественной войны. Все представленные на встрече эскизные проекты в полном объёме переданы для детального изучения инициативной группе по сохранению усадьбы Тимохова-Саласкина, от которой ранее уже получен ряд предложений. Надо сказать, что практически каждую неделю, максимум с перерывом в 10 дней, в 2 недели, мы встречаемся на усадьбе или на территории администрации с представителями общественности. Ну, конечно, вряд ли они имеют монополию на истину, да, и вряд ли они имеют возможность представлять все точки зрения граждан города Видного. Следующая встреча, на которой краеведы и активные сторонники сохранения купеческого усадебного комплекса смогут внести предложение и уточнение в генеральный план, должна состояться в конце июня. Мы стараемся делать максимум для того, чтобы аккумулировать все запросы, все мнения, все какие-то пожелания от жителей города Видно к тому, как будет выглядеть впоследствии эта усадьба. Общение с общественностью дает пользу для этой усадьбы. Согласованные с краеведами и общественностью проекты будут переданы в специализированный экспертный центр. И только после утверждения документов Министерством культуры региона можно будет приступать к реставрационным работам.